Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Комендбай. Сейчас перед вами представной дымоход, который используется для бани. Подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть. Ссылочку скину вам внизу, какая здесь проблема, почему заказчик ко мне обратился. Вкратце я вам расскажу, здесь топка будет снаружи, она перед вами, визовье печки легенд, в чугунном исполнении. Внутри мы поднимемся коротким участком, сейчас там стерильно, поэтому я заходить не буду. Наша задача здесь, самое главное, это прорезать отверстие, поставить другой противопожарный узел и уйти от дерева. Потому что труба, это сэндвич 115 на 180, Могилевского производителя в Республике Беларусь. По мне, по моим обзорам, вы можете обратить внимание, что я с такой изоляцией дымохода не ставлю. Поэтому здесь минимальными затратами сделаю так, чтобы дымоход стоял. Любой дымоход, вы должны понимать, что даже самый лучший дымоход, там шидельперметр, либо еще какой-то можно испортить отвратительным монтажом. Запомните одно золотое правило, неважно какая это печка будет, банная печка, котел, твердотопленный котел, дерево, металл не соприкасается. Это банная печка. Температура на выходе 400-500 градусов, это нормально. И на последнем метре температура 200 градусов легко. Это температура, при которой может зажечь, возгореться именно кровля. Поэтому я здесь демонтирую. И еще одно но, если вы обратите внимание, но здесь я с этим ничего бороться не буду, потому что уже фасад делали. Ось смещена, труба выведена по диагонали. Это очень плохо, к сожалению, когда люди принимают, они на это не обращают внимания. Ну, потому что вы заказчик, вы потребитель, вы такие моменты не можете знать. Для меня, как бы, это принципиально уровень, я с ним очень сильно борюсь, иногда бывает тяжело. Поэтому здесь я не буду ничего делать, потому что здесь уже стоят крепления, они замазаны, они под утеплением, ну, то есть никак. Что мы сделаем? Мы поднимем участок трубы, вот сюда тройник выше приподнимем для того, чтобы на печке приподняться. И крепление оставим на этих местах. Вот этот противопожарный узел, кривой, больной, хромой, он полностью демонтируется. Ну, и на кровле я вам уже покажу. Еще раз говорю, этот объект, обзор я делал, потому как не надо монтировать дымоход для бани приставной на моем канале. Коммент бай. Все, мы приступаем к работе. Слава богу, что здесь толщина внутри миллиметровка стоит 430. Это радует. Потому что если стояла бы 0,5, весь дымоход пошел бы на демонтаж. Поехали. Сейчас производим демонтаж. Этот экран тоже напоминает, что полностью уйдет, потому что здесь должно быть под углом вырезано отверстие. Это обычный противопожарный узел. Из-за него, скорее всего, весь уровень не сместился. Потому что не могли выгнать. Его просто ровно поставили, как-то зарезали. Ладно. Главное боль. Смотрите, на что обращайте внимание. Если у вас такие удлиненные площадки. Во-первых, вот этот саморез сделать нельзя ни в коем случае. Заклепку еще ладно поставить, но не саморез. А именно в этом месте. Это переход с голутрубы на утепленную. И если у вас... Потому что насадки, они есть разные. Они есть короткие, есть длинные. Короткие, как правило, идут без утепления. Ну, это обоснованно. Но если вы покупаете длинную насадку, то утепление должно быть. Его надо утеплять. Поэтому у меня есть базальт. И я сюда утеплитель добавлю. Потому что температуры довольно большие. Троник здесь идет обычно, без ничего. О, это уже полбеды. Это все такое наживное. Сейчас покажу вам на кровлю. Смотрите. Сейчас вот я оттяну ее. Вот это вот проложили в базальтовый картон. И видите, вот кровля. Мягкая кровля уже. Вот она. Вот. Вплотную соприкасается. Может, там полсантиметра оставили зазор. Так ни в коем случае делать нельзя. Это загорается все рано или поздно. Проверьте свои кровли. Если вам монтажники сделали таким вот образом, то переделывайте. Сейчас мы демонтируем дымоход. Покажу вам о том, почему может привести, если неправильно монтировать. Смотрите. Вот это уже пришло обугливание. То есть рано или поздно это загорелось. Почему загорелось? Потому что находится на улице. Это не закрыто помещение. Бывает оттягивает. Все равно рано или поздно понятно, что это загорелось. Но когда это постоянно воздух присутствует, то здесь буквально секунда, любая протопка может закончиться бедой. Поэтому ни в коем случае не подводите утепленные трубы. Не важно, с каким утеплением будет сделано, 200-300 мм, 50-25 мм, не важно. Нельзя подводить утепленную трубу дерево. Не делать такие ошибки. Еще один. Меня очень часто спрашивают на канале, почему я не работаю с могилевской трубой. Отвечаю. Во-первых, я трубы с 15 на 180 не монтирую. Считаю, что изоляция маленькая, но изоляция не... Можно на эту тему много говорить. Если бы это было керамическое волокно, я бы ее смонтировал. Потому что с керамикой 25 мм стоит труба замечательная. Но не с утеплителями, такими как Парок, Рукул, Вайрад Мэтт. 25-ка, утепление мало. Теперь смотрите, я вот сейчас усик оттянул один. И что я делаю? Смотрите, как труба выходит. Вот, все, она у меня в руке. И так всегда. Поэтому нет. Связано это, в первую очередь, не с утеплителем, а с тем, что его неплотно запрессовывают. Его просто вставляют, не набивают, а просто вставляют. Один в один. И как бы не создается такая плотность сильная. Если бы он был запрессован, если бы его заталкивали прямо туда, проблем бы не было. И возможно, я, может быть, эту трубу монтировал. Но, к сожалению, или к счастью, есть производители, которые делают 115 на 200. 115 на 230. 115 на 215. 115 на 300. 250. То есть, изоляция очень море. И я могу... У меня в продаже есть именно 115 на 200. 115 на 230. И 115 на 300. Пару раз я делал. К сожалению, нет у меня объектов. Я монтировал. Но на тот момент я еще свои видео не опубликовал. Ну, я думаю, еще такие объекты у меня будут. Поэтому обязательно покажу. Поэтому вы увидели одну из причин, почему я не монтирую утепленные трубы. Да. Я не говорю уже про эти вот мелочи все, да. Ну, из мелочей все складывается. Неутепленные насадки. Сборники конденсата. Такие вот. Потому что, вот смотрите, вот труба сейчас. Смотрите, как она ходит. Это тройник. Он не должен так быть. Он должен плотно сидеть. И здесь он гуляет. Все перед вами. Все перед вашими глазами. Это дымоход. Буквально там 5-6 топок простоял, да. И за 5-6 топок не может быть с нормальной трубой. С хорошего качества. Чтобы она себя так вела. Нет, не может. Все, ладно, мы монтируем. Мы сейчас делаем вот такой вот короб, изоляцию. Ну, все вы увидите. Сейчас пока... Сейчас я вам хочу показать, как делаем мы кровельные проходы. Это не противопожарные узлы. Смотрите. Во-первых, то, что было, и то, что сейчас. До трубы с этой стороны сантиметров 10, с обратной стороны 7-8 сантиметров. Все идет через базальтовый картон. Обязательно заплоскость крыши надо заводить. И ниже уровня ОСБ панели, потому что это все горючий материал. Отсекайте. Крепление поставили, для того, чтобы труба не ходила влево-вправо, для того, чтобы она стояла жестко. И обратите внимание на это потемнение. Сейчас я вам покажу. Неудобно немножко. Видите, потемнение? Это то место, где соприкасалось дерево. Там, где произошло длиние древесины. Ни в коем случае, еще раз повторяю, не подводить металл к дереву. Здесь, с таким партнером пожарным узлом, можно спать спокойно. Скорее всего, мы его сейчас заизолируем. Да, скорее всего, мы его заизолируем. И будем, конечно же, спать спокойно. Все. Смотрите и делайте выводы, как надо монтировать и с кем работать. Значит, еще раз напоминаю, каждый должен заниматься своим делом. Банщики молодцы. Баню, парилку сделали. Вопросы. Вот этими делами. Я реально в Минске знаю пару бригад, кто делает отлично и дымоходы, и дамы парилки. Но их единицы. Сейчас я нахожусь на улице. Вот как мы работу сделали. Я поднял тройник. Подняли мы тройник. И дополнительную такую вот розеточку сделали, для того, чтобы закрыть монтажное отверстие. Оставил крепление. Уже задача была не монтажную площадку поставить, мог изначальную площадку монтажную поставить. Но я крепление поставил сюда. И упорник внизу остался. И вышли вверх. Вот теперь вот так сделал противопожарный узел. Все безопасно, все надежно. Аккуратненько было вырезано отверстие. Вот, по-моему, 12 градусов я уже не вспомню. То есть труба сейчас стоит жесткая. Я ее попытался немножко выровнять. Но в меньшей степени. Да, мало мне удалось, потому что крепления были поставлены. Сейчас поднимусь я на кровлю. И вы увидите, как на кровле сделали до и после меня. Вы видели, как сделается противопожарный узел. Был сделан. Сейчас стык мы вывели наружу. Поставили кровельный проход. Мастер флэш. Все. Обязательно. То есть по такому же принципу, как и на том объекте, на том дымоходе. Лента кровельная наверх. И пошли вниз. Герметиком. Здесь герметик. Здесь герметик. Перед кровельной лентой тоже ставим герметик. Почему? Потому что здесь полосы такие маленькие. Ее обязательно надо прогревать. Здесь влажно было. Все прогрели. Поставили. И сейчас я еще, правда, и там не поставил. Поставлю кольцо уплотнения. У меня есть в машине кольцо уплотнения. Юпочку поставлю сюда. И поставлю на ту трубу. Все. Подведу следующие итоги. Если вы не хотите возгорания древесины по дереву подальше, запомнить золотое правило. И еще. По парилке вопросов нет. Парилка на этом объекте была сделана красиво. Люди, которые здесь работали, закрывали вопросами. Вопрос с парилкой и с дымоходом. Они пришли по рекомендациям. И заказчики, которых я сейчас работаю, они понадеялись, что им сделают хорошо. Да, парилку сделали супер. Вопросов нет. Они занимаются отделкой парилкой. Поэтому занимайтесь каждым своим делом. Потому что я, к сожалению, сейчас в Минске. У меня сейчас разбор полетов идет еще по одной бане. Потому что строители подвели тоже, кстати, отделочники. Плотники, столеры, которые отделывали парилку, они подвели трубу к дереву. Подписывайтесь на мой канал, чтобы вы видите это видео. Сейчас строитель идет в отказку полностью. Подвел к дереву трубу и идет в отказку. Загорелось перекрытие. Обкоптился весь мансардный этаж. Ну, разберемся. Когда сделаем демонтаж. Все. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока.